Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Смыслы будущего» Виктор Алексеевич Ефимов, и мы поговорим о том, что из себя представляет, к чему движется система БРИКС, «Смыслы БРИКС, благо человека и общества». Здравствуйте, Виктор Алексеевич! Добрый день! Мы проводили круглый стол БРИКС, и у вас было там выступление, но уже время прошло, и что за это время поменялось, что изменилось, потому что темы, которые рассматривались, были очень важны, они были связаны с финансовой системой, были связаны с отказом от доллара, с отказом от ростовщической системы. Вот что сейчас изменилось, что может быть связано как раз с позицией нашего канала? Да, вот действительно мне импонирует название вашего канала, оно, мне кажется, чрезвычайно актуально, потому что, к великому сожалению, если посмотреть на информационную повестку дня сегодняшнего, большое внимание уделяется разного рода технологическим проблемам. Но вот и на круглом столе, и особенно после того, когда у меня было несколько встреч уже по итогам, потому что вышли на нас разные представители разных компаний, особенно ясным стало, что не до конца все-таки сегодня есть понимание в обществе, что вопрос сегодня не в технологиях. В технологиях-то мы преуспели, и, так сказать, и Запад тоже. Вопрос в отсутствии смыслов. Мы не всегда понимаем, что дальнейшее совершенствование в рамках тех смыслов, которые господствуют в обществе, мы просто быстрее придем к какому-то катаклизму и быстрее угробим человечество, что называется. Потому что, понимаете, смыслы утрачены, но я вам приведу на уровне таких элементарных примеров, до чего мы докатились. Но ведь посмотрите, Запад сегодня говорит, по сути, в повестку дня вынесен вопрос, человек – это двуполое существо или однополое? Ну, вы знаете, самое страшное, что сегодня в смыслах – это нарушение объективных закономерностей бытия. Ну, двуполое – это пиявка, а человек – это однополое по природе своей. И если мы этого не сознаем, то что же у нас получится? И то же самое, если уж к пиявке обратились, да, то то же самое и с деньгами, и с кредитно-финансовой системой. Смысл это в чём? А те же самые пиявочные принципы, да? То есть деньги-то порождены как инструмент, способствующий нормальному взаимодействию между товаропроизводителями и потребителями, и между товаропроизводителями между собой. А во что они превратились? Ну, в тот самый пиявочный инструмент. Вот так уж получается, что при таком подходе неудивительно. И если о смыслах задуматься, то я утверждаю, что именно деньги лежат в основе всех проблем человечества. То есть неверное понимание смыслов и сути денег. Потому что если проанализировать все войны, то основным задающим генератором войн всегда являлись деньги. Потому что деньги процентные, плюс процент ещё на процент накладывается, а процент на процент – это экспонента. А экспонента – это нежизненный процесс, это цикл развития раковой опухоли и ничего более. И вот, к сожалению, смысла этого нет в обществе в целом. Все понимают, что что-то не так, но не понимают, что это и есть единственная корневая проблема человечества как биовида. Отказ от игнорирования объективных закономерностей бытия и формирования неких сущностей, которые вообще чужды природе человека и вообще природе функционирования систем. Потому что ведь человек – это просто часть биосферы. И он либо развивается в этой общей системе, либо, если он не понимает её, то он вымирает. И это сегодня реальная угроза. И сегодня выход из ситуации только через переход в надсистемное пространство. Не в совершенствовании того, что сегодня есть, а выход в надсистемное пространство. Потому что вы посмотрите, что сегодня происходит. Вот я просто пару цифр только что посмотрел. ВВП мира сегодня 70 триллионов долларов примерно. А долговые обязательства к ВВП сегодня в три раза больше. Ну так, то есть они никогда, в принципе, теоретически даже не могут быть исполнены. А это что? А это значит гонка вот тех, кто загнан в угол, надо долги возвращать. И в этом весь смысл. Или берём, если рынок деривативов, то там вообще этот рынок деривативов в 17 раз больше ВВП земного шара в целом. Ну и с чем мы имеем дело? Смысл-то в чём вот всего происходящего? Значит, система не та. И истоки кризиса, они, конечно, кроются прежде всего в толпоэлитаризме. То есть речь-то идёт о чём? Что можно сегодня говорят, вот многополярность, да, нужно вводить. Так о какой многополярности мы говорим? Может быть, кто-то представляет себе так, что у нас вот была одна большая пирамида долларовая, да? А теперь вместо одной большой мы сделаем десяток маленьких, да? И всё будет хорошо? Нет. Речь идёт о том, что вот эта толпоэлитарная система и пирамида – это не есть символ будущего. Символ будущего – древо познания, древо жизни, а не пирамида. Большая или маленькая – разницы не имеет. Просто пирамида в наш век не выживает. Потому что пирамида как устроена? Она устроена на разнице в мере понимания. Тот, кто наверху, он должен понимать намного больше тех, кто находится внизу. И она устойчива только за этот счёт. И что в результате? А в результате вы посмотрите, что происходит сегодня в Соединённых Штатах, к примеру. Каждый день там сообщения о крушении поездов и прочего. С чем это связано? Потому что разрыв в мере понимания приводит к тому, что если верхушка деградирует, то низ нужно опустить ещё глубже. А это что означает? Это означает, что рано или поздно кадровая база новая не то, что развивать будет неспособна существующие технологии, а неспособна будет поддерживать их в работоспособном состоянии. И это мы наблюдаем сегодня в Америке. То, что есть в Америке, то, что создано за счёт эксплуатации всего остального земного шара, это уже не может эксплуатироваться кадровым составом, выросшим в Соединённых Штатах. Там на всех этих делах или из Индии, или из Китая, или из России специалисты, но не из Соединённых Штатов. Там уже таких людей нет, кто способен поддерживать технологических монстров, которые на сегодня созданы. Поэтому вопрос стоит достаточно серьёзно. И вопрос мы должны рассматривать, а можем ли мы вообще как-то организовать вот жизнь создателей без банков, без процентов, без инфляции? Ну, это же что? Какая-то вообще непостижимая мистика? Да нет, это просто. Но только эти знания блокируются. Нас по-прежнему загоняют. Нет, вот есть система, она устойчива, вы её совершенствуете. Вот, собственно, то, что как бы обострённо воспринималось теми, с кем у меня прошли встречи после нашего круглого стола, пожалуй, такие главные аспекты, которые всплыли точно так же, как всплыло и то, что у нас, оказывается, есть на Руси, и будь здоров, какие интересные разработки, просто нет пока политической воли как-то их собрать воедино в рамках нового смысла. Виктор Алексеевич, ну вот вы сказали очень важную, интересную мысль по поводу того, что деньги являются основой для войн, да, для вот таких конфликтов. И если посмотреть, по-моему, 22 августа через два месяца пройдёт круглый стол БРИКС, да, заседание БРИКС, посвящённое как раз созданию новой валюты. По крайней мере, вот я так понял, что именно таким образом было анонсировано. Очень разные, скажем так, мнения есть по этому поводу. Конечно, кто-то хочет там где-то одеяло на себя перетянуть, разные представления. Вот как-то это можно систематизировать, вот эти мысли о том, какая должна быть валюта БРИКС, чтобы вот эту вот систему долларовую, да, вот эту систему обмана, я бы сказал, то есть чтобы её заменить на что-то справедливое. Ну вот вы, наверное, самую главную деталь обозначили из всех существующих проблем. Действительно, 22 августа пройдёт саммит БРИКС в Южноафриканской республике, и уже анонсирован вопрос о валюте БРИКС. И вокруг этого действительно развернулась такая буря в стакане. Почему она развернулась? Ну, прежде всего, из-за того, что такое БРИКС. Вот мне хотелось бы начать с того, а что же такое БРИКС, вот чтобы наши зрители это поняли. Ну, представьте себе, что если Саудовская Аравия, к примеру, сегодня войдёт в состав БРИКС, а это сегодня обсуждается, да, ну и что тогда? Получается, что в составе БРИКС две крупнейших энергетических державы из трёх, да, Соединённые Штаты только остаются, да, БРИКС – это 30% суши земного шара, БРИКС – это 50% мирового производства пшеницы, риса, вот таких базовых культур, 15% мировых запасов золота. И чувствуете сразу разницу? Почему-то в пшенице мы 50%, а в золоте только 15%. Поэтому понятно, что золото будут продвигать, скорее всего, они сторонники БРИКС, те, которые понимают глобальную повестку дня, а кто-то другой. Поэтому как только видите о золоте речь, задумайтесь. То есть главное же понять мотивы говорящего. Но золото же, получается, регулируется определенными структурами, тоже глобальными. Да, золото – это фиксинг Ротшильда, это понятно. И поэтому многие, я вот смотрел заявления специалистов нашей финансовой академии при правительстве, там золото, золото, золото. Ну, понятно, ну, осознанно или неосознанно, ну, понятно, на кого они работают, это очевидно. Вот. Ну, дальше продолжим. БРИКС – это 3,2 миллиарда человек или 40% населения земного шара. БРИКС – это сегодня, если смотреть, самая хитрая загадка – это валовый внутренний продукт БРИКС. Вот сегодня считается, что валовый внутренний продукт БРИКС составляет 29 триллионов или 28% от мирового запаса. Но это обман, причем обман очень хитрый и вскрывающий иные вообще пласты вот обмана. Дело в том, что реально доля БРИКС в валовом внутреннем продукте земного шара составляет 54%. А как этот парадокс объяснить? А почему же тогда говорят, что 28? Если реально, я утверждаю, что валовый внутренний продукт БРИКС – 58%. Это происходит только потому, что счет ведется не в реальных продуктах каких-то, а в деньгах. А соотношение валют стран-членов БРИКС и валют западных – оно в 2-3 раза расходится. То есть, условно говоря, если вы пересчитаете все по паритету покупательной способности, не потому как биржевыми манипуляциями загнали рубль, что он якобы стоит 70 рублей. Вы теперь попробуйте в Соединенных Штатах купите что-то на 1000 долларов в корзиночку, а потом поменяйте эту 1000 долларов на рубли в установленному курсу, и с этой корзиночкой пройдите теперь уже по базару российскому. Вы купите ровно в 2 раза больше товаров, чем в Соединенных Штатах. И так в любой стране БРИКС. Поэтому реальных-то товаров у нас выпускается на 54%. Но когда пересчитывают это вот в этот ценник, который абсолютно неадекватен паритету покупательных способностей, пересчитать-то надо по паритету, а не по тем номиналам, которые на бирже установлены. И вот это, пожалуй, самая главная фишка БРИКС. Ну и кроме того, вы прекрасно понимаете, что сегодня из трех мощнейших ядерных держав в БРИКС как раз две из них – Китай и Россия. Поэтому, кроме того, не забудем, что 8 стран уже официально подали заявки на членство БРИКС, а 17, насколько мне сегодня известно, выразили желание такое, заинтересованность в присоединении. И вот здесь, когда мы говорим о таком мощнейшем сообществе, то это то сообщество, которое и будет определять будущее человечества на столетия, а может быть и на тысячелетия вперед. Вот на каком этапе мы сейчас находимся. И вот именно поэтому смыслы нужны, смыслы, не технологию совершенствованную, что мы имеем сегодня. И поэтому вот вы подчеркнули, что действительно большое разнообразие сегодня разного рода идей и рекомендаций по валюте БРИКС. Я вот и вам направлял массу, так сказать, из разных стран разных отзывов, там, так сказать, советов и пожеланий. Но если вот вы попросили по классификации, я как раз и попробую сказать, не просто перечислить идеи, а главное понять, что за ними стоит. И вот я назову несколько таких линий, которые однозначно просматриваются. Поэтому, когда вы берете чью-то рекомендацию, вы сразу смотрите, а на кого этот... Кому это выгодно. Да, на кого этот специалист работает. То есть это всегда так. Любую книжку вы берете в руки читать, вы посмотрите, на кого работает, кто заказчик. И что стоит читать, а что лучше сразу отложить, и не читая, потому что китайцы не зря говорят, если много читаешь, что императором не станешь. Потому что надо вначале разобраться, что читать, а потом уже и больше тратить время на то, что читать, чем читать непосредственно. И вот, если говорить о интересантах. Ну, первый интересант очевидный – это Федеральная резервная система и доллар. Так они-то вообще, наверное, хотели бы, чтобы не появилась эта валюта. Ну да, да, да. И они всегда будут говорить, как и многие другие специалисты, ну, это же так сложно, это нереально, это да ну... Ну да, когда-то можно будет, ну, лет через 10, так сказать. Но самое интересное, вы смотрите, что будут продвигать, допустим, сторонники Федеральной резервной системы, доллара. Ну, прежде всего, будут говорить, что нет, это вот доллар – это самая лучшая система коммуникаций. Вы никогда еще сто лет ничего подобного не сделаете. Нет альтернативы мировой долларовой расчетной системе. Вот. Будут вам говорить, что, ну, если валюта, надо создать корзину валют. И вот иногда задумываешься, я смотрю, вдруг Глазьев заявляет о том, что вот в Бриксе надо создать корзину валют. То есть взять валюты все и усреднить их. И получится, значит, вот некая новая валюта. А что он не понимает того, что если появится такая корзина, то к чему она будет привязана? К доллару? Ну, естественно. А к чему же еще? Сегодня нет никаких других масштабов. Он же ни о чем другом не говорит. Он говорит, давайте создадим такую корзиночку. И тогда вот понимаешь, что это же не его вина. Это просто его беда. Где он обучался? А он обучался в Венской школе системного анализа. То есть у него заложены уже некие мировоззренческие стереотипы. Он не может их преодолеть. И это вовсе не потому, что он там, ну, как целенаправленно работает на интересах РС. Нет, каждый в меру понимания работает на то, что он понимает. А в меру непонимания на того, кто понимает больше. Поэтому, когда учили таких специалистов, как вот Сергей Юрьевич нам в Вене, они умели заложить то, чтобы он сегодня выдавал такие советы, которые меня просто в шок привели. Как это? А вот можно уточняющий тогда вопрос по поводу, обязательно ли, чтобы эти валюты, которые будут в этой корзине, чтобы они были привязаны к доллару? Они могут быть просто в корзине и быть как-то непривязаны? А такого не бывает. Я просто не очень разбираюсь. Да, нет. Дело в том, что сегодня по умолчанию все равно все, что не есть, оно все так или иначе пересчитывается в доллары. И сегодня вы посмотрите, как это не парадоксально, но даже наши руководители иногда говорят о торговле России и Беларуси и говорят о долларовом вычислении. Так по умолчанию это понятно, что если создается корзина валют, то а больше ничего не говорится, но естественно она будет привязана к доллару. А вы возьмите сегодня криптовалюты, стейблкоины создаются, стейблкоины это значит тот коин, который вообще тверд, как сталь, да, а к чему он привязан? К доллару. Ну так вот вам ситуация такая. Ну и в общем-то де-факто это будет так. И дальше будут вам говорить, что опять же мы-то говорим к чему? Да привязать нужно к товару какому-то. Ну как-то можно к доллару привязать и бороться с долларом после этого. К товару. И тут вам будут вот сторонники этой линии говорить, что нет, это тоже не годится. Вот. Ну давайте без деталей может быть вторая линия. Вторая линия это интересы банковского капитала как такового. То есть есть банки и им нужно они в общем-то реально вот в системе которая существует думают о своей судьбе, просто о судьбе банков. Они понимают, что сейчас создается некая новая ситуация и они могут оказаться вообще не у дел и Греф не случайно переименовал, да, от слова банк отказался, у него уже просто Сбер, он понимает такие глобальные тенденции. Вот. Так что здесь будут, о чем пойдет речь, что ну давайте типа поменяем доллар на юань. Как только эта идея продвигается, знайте, это линия, которая отстаивает интересы банковского капитала. То есть есть капитал банковский, есть капитал торговый, есть капитал производителя. Три линии. Так вот линия товара, линия значит банковского капитала будет говорить о том, что нужно конечно доллар поменять на юань, потому что ну пирамида сохранится, все там они будут опять королями, неважно юань, но мы-то говорим шило на мыло, если ты меняешь, что-то меняется в мире? Мир же на этом деле зашел в тупик. Вы хотите попробовать теперь то же самое, но теперь вместо доллара юань будет? И вы думаете, что это будет лучше, то есть какой-то нонсенс. Потом резервная валюта обязательно должна быть привязана к золоту, по мнению этой линии. Вот, всегда будут говорить золото. А почему? Стейблкоины тоже на долларе, цифровые деньги, они тоже должны, центральные банки их должны выпускать. Вот, значит, будут говорить, что нужна резервная валюта, что резервная валюта и валюта, которая используется в товарообороте, они должны быть разные якобы. Ну, интересно, а почему не та валюта, которая, а почему не делать резервными валютами валюты национальные в каждой стране? Почему нужно накапливать только в какой-то валюте, вот, для всего земного шара? Это нужно только банкиров. а население наше, оно, понятно, 90% населения точно вообще даже не знает, что есть какие-то валюты, они знают рубли и больше ничего. вот, а, значит, нам будут говорить, что нужна вот такая валюта, как бы, так сказать, резервная, в которой можно хранить там. Вот, а в действительности, вот, интерес банковского капитала, те, кто представляет, они никогда не скажут о децентрализованных хранилищах, когда будут говорить о криптовалюте, а если и будет, то это псевдо централизованные, потому что вроде как бы вот все децентрализовано в крипте, да, а потом раз и все сразу рухнуло, то есть, потому что это управление через параметры среды, а нужна истинная децентрализация. Ну, значит, доллар ФРС, второе, это банковский капитал как таковой, третье, это спекулятивный капитал, спекулятивный капитал, скупилитивный капитал живет исключительно на, ему не важно, падает или растет, важно, чтобы не было стабильности, и стабильность для него, это смерти подобного, поэтому для них они будут всегда продвигать, что единственный инструмент управления экономикой, это манипуляции сосудным процентом, и вот мне кажется, Эрдоган сейчас попал тоже в переделки такие непростые, видимо, нет там такого глобального стратегического понимания, вот я вчера там случайно услышал, что аж до 40% они планируют поднять учетную ставку Центрального банка, но это Путин никуда, это сейчас пришел у него на финансовый блок представитель вот западной школы, и он, мне кажется, его заведет не туда, они будут продвигать вот эти номинально децентрализованные криптовалюты, значит, будут говорить об обязательной резервной валюте, а для чего? Потому что вокруг этой валюты и устраиваются качели национальных валют, вот есть некая резервная валюта, а вокруг нее тогда можно качаться как хочешь, а вот если здесь есть у каждой страны своя валюта, то для спекулянтов глобальных утрачивается поле деятельности, вот, ну и, наконец, самый главный это, конечно, капитал такой трудовой, да, если предыдущая опция это деньги это время, то эта опция деньги это труд, это совершенно разные вещи, и за ним стоит исламский банкинг, исламский банкинг, ну, мы знаем, что по Корану самый сатанинский грех это предоставление денег под процент и получение денег под процент, но ведь у нас 20 миллионов нашего населения проповедует ислам, и страны Брикс сегодня большинство заявок как раз от стран проповедующих ислам, поэтому вот нельзя обходить эту тему молчанием сегодня, она не принята вот в традиционной системе разговоров, ценностей, ну, а как быть, если сура 2 Корана просто говорит это как о грехе, значит, как-то с людьми этими нужно считаться, и вот поэтому здесь не случайно вот на нашем круговом столе как раз был представитель этой исламской линии, он говорил об этом, вот, это прежде всего не золотой стандарт обеспеченности валют, а товарный, и при этом валюта Брикс должна быть просто валютой валют, а это не деньги в полном смысле этого слова, и я, конечно, был в шоке, когда прочитал вот Глазьева, ну, он, казалось бы, экономист вообще-то, и многие даже считают его там спецы, хотя, когда я беседовал с ним, я ему задавал ряд вопросов и удивился, что он, ну, как бы, не связывает вопросы финансов и вопросы нравственности, а если мы на нравственность не выходим, мы никогда не разберемся в финансах, так вот, дело в том, что там как раз прозвучало, что по валюте, когда шла речь, то он сослался на опыт евро, он говорит, что, вот дословно, его слова, что сегодня, если говорить о наднациональной валюте, то это евро, но это абсолютно не тот вариант, как же можно сегодня на этот ложный путь указывать дорожку, дело в том, что евро, она лишила суверенитета все бывшие государства, которые легли под евро, и когда мы говорим о Бриксе, то это рядом даже не лежало с тем, что предлагает Глазьев, и он не предлагает это, но он говорит некие аналогии, это никакая не аналогия, это контраналогия, у нас должно быть все по-другому, и ни в коем случае не надо заимствовать этот опыт, причем здесь опыт евро и опыт Брикс, они прямо противоположны по смыслу, и в том-то и смысл, что сохраняется все суверенитет экономический, в полной мере сохраняется, поскольку каждая страна торгует в своей собственной валюте, но для того, чтобы купить товар в другой стране, а валюты этой страны у тебя нет, то ты через Брикс приобретаешь эту валюту, ты вначале приобретаешь Брикс как переводную валюту, а потом за Брикс покупаешь валюту любой другой страны, с которой ты хочешь совершить сделку, это совершенно иная схема, причем здесь евро, вот, и один Брикс, мне кажется, это уникальное название для новой валюты, оно какое-то мистическое от Бога, потому что Брикс это по-английски кирпичи, это действительно некая такая материально наполненная сущность, сразу понятно, что это не фантики зеленые, с мыслью о том, что мы верим в Бога, а это кирпичи настоящие, кирпичи будущего человечества, цивилизации, если угодно, и конечно, главное здесь, когда вы услышите где-то о реальных децентрализованных хранилищах, то это как раз трудовой капитал об этом говорит, что нужно, и сейчас важнейшая проблема в криптовалютах, о которой говорят только отдельные энтузиасты, но нигде системно об этом не говорится, это реальная децентрализация хранилищ, вот куда должны быть брошены все средства, чтобы разработчик платформы не оставался хозяином той платформы, сегодня такие разработки как раз в России ведутся, прежде всего, и возьмите систему Бастион, допустим, она вот где-то в этом направлении работает, ну и конечно, вот сегодня то, что и у нас было выступление по поводу экосистемы созидания, это как раз сторонники трудового капитала, они говорят, нужно создавать экосистему созидания действительно с реальной децентрализацией, с созданием системы отношений производитель-потребитель и между потребителями на основе без посредников, вот в чем смысл, и конечно же, на мой взгляд, для этого все предпосылки есть, но вот этот голос, он слабее всех слышен, то есть за этим голосом нет вот таких откровенных лоббистских возможностей и финансовых, и конечно мировые средства массовой информации, они тоже понятно под долларом находятся. И вот последнее, что я хотел в этом вопросе может быть подчеркнуть, что как-то у нас частенько возникает и среди сторонников даже этого блока какое-то отторжение от виртуальности, что как только вот мы говорим о виртуальном каком-то пространстве, о метавселенной, то что-то такое сразу негативное как бы так сказать возникает. Я считаю, что это одна из самых больших ошибок наших сегодня стратегов и тех, кто реально думает о будущем человечества. Дело в том, что нам нужно стоять на двух ногах, реально разрабатывать каким должен быть мир в реалиях и составить виртуальную модель этого мира, как мы ее понимаем, создать ту метавселенную, в которой реализованы вот эти идеи. И тогда, входя в это пространство, человек обретает сразу навыки жизни в этом новом мире. А как в этот новый мир войти, если ты живешь вот в этих стереотипах? Поэтому, на мой взгляд, то, что сегодня явным образом недооценено, это возможности вот этого виртуального пространства. Виртуальное пространство должны мы освоить, создать, и вот после нашего круглого стола именно этим темам было посвящено большинство моих разговоров, и я считаю, что если в этом пространстве построить его на тех качествах, которые даровано человеку от Бога, а что человеку даровано от Бога, если он человек в полном смысле этого слова, как Божье творение, прежде всего любовь, второе, это совесть, совесть это врожденное чувство от Бога, дарованное, это не то, что понимается в иных традициях, вот, дальше, чувство развлечения и чувство меры, вот, если чувство меры есть, если чувство развлечения, совесть и любовь, и если организовано на этих принципах виртуальное пространство, то тогда человек, войдя туда, он совершенно обретет то, чего невозможно обрести никакими другими способами, то есть, это своего рода трехмерный интернет, если угодно, вот, сегодня интернет, это действительно такой прорыв, да, но интернет это информация просто, да, это не ощущение жизни, а вот если появится аналог интернет, вот, ну, условно, так я говорю, 3D интернет, вот такое пространство, куда может войти человек и ощутить вот это, так тогда он изгенерирует идеи, которые адекватны вот такому образу жизни. Вот вы затронули важную тему, потому что тема виртуальности, она очень серьезная, почему, потому что то, что я краем уха слышал по поводу того, что, значит, готовят все вот упоминаемые Цукерберги и же с ними, да, то есть, по поводу виртуальности, я просто несколько раз был, скажем так, экспериментатором, пробовал вот эти очки и, ну, самый простой, да, пример, на одной из выставки садишься, ну, просто на какой-то типа табуретка, табуретка привязана веревками, там, может быть, небольшие пружинки, одеваются очки, сзади, ну, там, человек, который просто немножко покачивает этот стул, он в подвешенном состоянии, а в очках показано, как будто бы на огромной-огромной там, качели качаешься, там, может быть, там, высотой, там, с пятиэтажный дом, такая, и ощущение, мозжечок, там, все работает, там, все вот с этими вот чувствами, то есть, получается, что для мозга нет разницы, да, он настолько вот это все обманывает, я к чему это говорю, потому что, и вот сейчас пока это на уровне таком не очень сделано, то есть, пока еще не очень качественная графика, там, и так далее, но когда это будет качественная графика, когда это будет, уже сейчас есть всякие девайсы, да, для того, чтобы мужчинам с женщинами, там, не общаться, там, и так далее, то есть, ладно, взрослые люди, которые понимают реальность, да, вот молодежь, если ее условные цукерберги, да, втянут вот в эту виртуальность, и взять, представить молодого человека, которому нужно, там, условно, ходить в школу, там, или в институт, вот это нужно, там, работает, нужно еще что-то напрягаться, одел очки, и ты, я не знаю, там, царь мира, ты можешь путешествовать по разным мирам, планетам, хозяйничать и так далее, то есть, это очень серьезное искушение, вот я к чему говорю, к тому, что вот то, что вы говорите, да, создание альтернативной вот этой метавселенной, где бы было не вот эта погоня за удовольствиями, за деньгами, а где бы были, где бы была возможность создавать вот такой, ну, совершенный мир, да, участвовать в этом, мне кажется, что человек, побывав вот в этом мире, да, после этого метавселенная всяких цукербергов была бы просто неинтересна. Вот как раз вот это в точку, что называется, замечание. Я тоже знакомился недавно вот в виртуальных очках с очень многими делами приема, там очень много полезного, но я вспомнил 90-й год. В 90-м году у меня такая даже брошюрка была написана вместе с автором о детских с автором, о детских играх, когда дети начинали управлять государствами, собою и так далее. Так эта задачка гораздо более интересная, чем все эти развлекухи. И вопрос в том, что можно создать, ведь вот разработка, которая сегодня вот, я знакомился с рядом таких работ на эту тему, да, можно создать метавселенную Святая Русь, то есть вот то, что вообще невозможно представить нигде, а как, что такое человек, а как он должен развиваться, а как вообще развитие общества. Я вот сейчас онлайн-курс записываю, так он и называется «Школа управления собой, страной и цивилизацией». Вот это в перспективе можно будет делать в виртуальном пространстве. Это настолько захватывающие игры, но это игры прикладного характера. Они учат, как жить человеку, если он хочет стать человеком разумным. И это то же самое, как с интернетом. Хотим мы того или нет, но дети наши сейчас не могут не пользоваться интернетом. Правильно? Так и здесь. Мы можем сколько угодно говорить, что там насаждают, что-то не то. Но они будут этим пользоваться. Уже нет альтернативы. Именно поэтому мы и должны создать новое виртуальное пространство наше, нашего русского мира, в котором будет интересно, в общем-то, не только играть в жизнь, но и жить после этого будет интересно. А при этом, как я и говорил, чувство меры, чувство развлечения нужно иметь, совесть нужно иметь. Вот это все. Ну, то есть, получается, что, если разобраться-то в принципе, то самая крутая игра, которую вообще только можно представить, это реальная жизнь. Да, да. Ну, ведь человек – это существо, равного которому в мироздании нет по сложности. И одно дело управлять какими-то головастиками, да, а другое дело управлять вот этой системой, где 60 миллиардов нейронов, где там почечки, печень, это, то, сё, и чем туда, чем заправить этот организм, это же такое чудо. И если ты это освоил, то прожить там до 150-200 лет – это вообще не проблема. Это просто реально так создан человек, чтобы жить 200 лет. Но только из-за того, что мы не имеем управлять собою, мы дотягиваем там, дай бог, до пенсии. Вот что называется. В этом проблема. Так я как раз об этом и говорю, что, может быть, это и есть самая интересная игра сегодня. Игра с управлением человеком, как таковым. Ну, конечно, управлять собой, там, начиная с того, что нужно же найти, там, где жить, на что жить, там, и так далее, и так далее, гораздо сложнее, интереснее, и научиться управлять собой, конечно. Если немножечко тогда вернуться, вот, к теме Брикс, да, очень не любят сейчас Россию, она очень, скажем так, странам Запада почему-то вот сильно не взлюбилась, чего нас не любить-то? Мы поставляли, там, то же самое, там, Германии, Евросоюзу, там, природные богатства, они за дешевые получали ресурсы, на этом развивались. И зачем? Продолжали бы. Ну, в общем, да, здесь вот, если говорить с точки зрения, просто, материальной жизни, то это полный нонсенс. Действительно, ну, они нас научились так эксплуатировать, что они ведь дальше могли бы дармовое сырье получать, там, так сказать, потому что фактически-то мы им гнали нефть, газ, лес, а они нам гнали бумагу. Ну, и вот и вся игра. Вместо даже стеклянных бус не давали. Вот. Так, здесь причина, конечно, кроется не в материальном достатке, да, кто-то говорит о том, что вот у нас много сырья, там, товаров. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они как раз опасаются смыслов, которые способны генерировать Русь. Русь всегда была, в общем-то, сильна смыслами. И поэтому сегодня как раз именно Русь может предложить вот этот сценарий. Святая Русь, экосистема созидания равноправных стран, членов БРИКС, царствие Божие на земле. А где же тогда место Западу в этой системе? А наравне со всеми мы говорим. Мы не против кого. БРИКС не формируется против кого. Вот мы говорим, давайте на принципах равноправия жить дальше. Но, к сожалению... Но они-то хотят доминировать. А им не выйти из этого состояния. Они как были, значит, вот на особом таком положении, им очень сложно избавиться от этого многовекового навождения, что они здесь самые главные. И вот они не могут себе представить, что на земном шаре вдруг прекратится реальное рабовладение. Они только меняли личину этого рабовладения. И им, к сожалению, не понять этого, потому что, как я говорил, у них понятие совесть даже нет в языке. У них понятие совесть, когда мы говорим о там неких аналогах, то это, в общем-то, ну, ближе... Ну, как правило, переводится слово совесть. conscience, то есть это связанное с разумом, там, так сказать, с сознанием, но никак не с тем, что в русском языке понимается под совестью. А вся русская литература посвящена исключительно понятию совесть. Я вот тут смотрел как-то выдержки из русской литературы, я был поражён. Вот. Ну, вот, пару выдержек, чтобы мы понимали, почему невозможно западному человеку нас понять. Значит, муки совести Андрея Болконского. Обострённая совесть не даёт Андрею покоя. Это я выдержки просто из «Войны и мир». Или вёл себя адекватно и ничего такого не натворил, а вот только этот голос, представучий голос совести, который слышно лишь ночью, потому что днём слишком шумно. Хотелось бы его заткнуть, но никак не унять. Спать мешает. Вот что такое совесть в русском языке. А это передаётся только на уровне художественной литературы. А им не понять вообще о чём, потому что у них и у Китая только рациональность. Какая совесть? Там, так сказать, совершенно другие подходы. Вот. Поэтому я убеждён, что при всех великих там затратах, которые Цукерберг вкладывает вот в развитие своей вселенной мета, это там уже, по-моему, запланировано более 10 миллиардов и, значит, 10 тысяч сотрудников. Но Русь всегда из ничего получала гораздо больше эффект. И вот сегодня я убеждён, что нужна просто политическая воля. У нас есть масса абсолютно неразгаданных и нераскрытых талантов. И вот если мы сегодня поймём, на политическом уровне нужно поставить задачу создания метавселенной Святая Русь, то я убеждён, что мы эту задачу решим гораздо эффективнее Цукерберга. Вот у меня нет на этот счёт сомнений. А могли бы вот вы тогда поподробнее рассказать, вот вы упомянули про вот эту метавселенную Святая Русь, про экосистему созидания, вот как они взаимосвязаны, как это может быть вообще на практике реализовано для того, чтобы это внедрить в жизнь? Ну, вы знаете, вот, наверное, чтобы не затягивать нашу программу, я не буду детали раскрывать, попробую в таком буквально в режиме отдельных пунктиков обозначить, пожалуй, самое главное, на чём должна строиться и экосистема созидания, и что должно быть положено в основу метавселенной Святая Русь, потому что в этом сила наша, что там и там будет одно и то же, что наверху, то и внизу, что на небесах, то и у человечества, что в душе у человека, то и в делах. Вот, и поскольку мы длительное время этим занимались, я попробую вот оставить след в видеопространстве, что называется, ну, буквально такого речитатива, чтобы ничего не упустить, я просто вот накануне буквально нашей встречи, пару дней назад, я для встречи со своим партнёром готовил такие пунктики конкретные, поэтому я, чтобы не затянуть вопрос, просто их перечислю, и так вот начнём, первое, основная цель функционирования экономики не прибыль и не рост валового внутреннего продукта, а гарантированное удовлетворение жизненных потребностей людей биосферно-безопасным способом, что самое главное, не просто АБК, биосферно-безопасным, удовлетворение потребностей людей и забыть всё остальное, забыть про этот ВВП, про объёмы производства, как мы удовлетворим потребности людей, а не разжигаем ли мы их зря во вред этим людям. Второе, ядро достижения этой цели, это развитие на основе стратегии расселения людей на принципах ландшафтно-усадебной урбанизации. Самое страшное для человека, это когда его загоняют в эти джунгли каменные, это всё, биовид не способен существовать в каменных джунглях, мы созданы для жизни в природных полях. Дальше, организационно-технологический подход в экономике должен быть, организационно-технологический, с номенклатурой товаров, но не счётно-финансовый, во главе учёта и планы, и всё остальное, в натуральных показателях, а не в рублях и долларах. Использование метрологически-состоятельных балансовых моделей продукта обмена, вот когда вы будете считать в продуктах, тогда только вы можете выстроить реальную систему балансовых моделей, потому что в рублях и в долларах вы не сбалансируете промышленность и производство. Когда у вас ясно будет в натуральных показателях, то тогда будет понятно, какие виды нужно развивать промышленного производства, к примеру. Дальше, самое главное, важно понимать, что нужно обеспечить сбалансированное применение совместного инструментария плана и рынка. У нас абсолютно нелепо противопоставляются эти две стороны одной и той же медали. Дело в том, что план это совокупность целей, а рынок просто один из инструментов достижения этих целей. не может план реализован быть без рынка, как рынок бессмысленен без плана, потому что рынок не способен к целеполаганию на интересы человека. Далее, политика должна быть экономически ориентирована на планомерное снижение цен, а снижение цен должно быть единственным показателем качества управления. Вот все остальное можно не смотреть. Вот если цены снижаются, значит, качество управления растет. Если цены повышаются, качество управления падает. Вот и все. И при этом должен быть установлен жесткий контроль за ценой на базу прескуранта. То есть ни в коем случае нельзя допускать спекуляции и, значит, какое-то неоправданное повышение цен на базу прескуранта. Это прежде всего энергоносители, сырье, средства производства, налоги. Это то, что заведомо влияет на цену на любой другой товар. Вот есть группа товаров, которые вы изменили, ну, изменилась цена на тюльпаны, больше ни на что, да. А вот если вы изменили цену на электроэнергию, нет ни одного товара, который бы при этом не изменился в цене. И вот это нельзя доверять рынку. Это и должно быть инструментом целенаправленного решения задач удовлетворения потребностей населения, а не удовлетворения спекулятивных запросов той или иной отрасли, даже энергетической. Следующий момент. Произвольно выбрали численный метрологически состоятельный стандарт обеспеченной платежной единицы должен быть. Вот мы говорим один Брикс, это она должна стать с момента ее принятия абсолютно безинфляционной и неинтересной для спекулянта. Если вы приравняете Брикс к корзине энергетической, к примеру, то она не может измениться, это абсолютная шкала вводится. Можно, конечно, киловатт-часу, но иногда говорят, что точнее даже я бы сказал так, что чаще всего критики подвергаются, потому что допустим, если брать корзину энергетических товаров, то она так неустойчива, там вот нефть, она там разная бывает, газ тоже и так далее. Нет, можно взять корзину и то, что там будет колебание проценты, это не имеет никакого отношения вообще к проблеме макроэкономического управления. Важно, чтобы соотношение значит объема эмиссии и товарной массы не расходились в десятки раз как долларом. А то, что они будут гулять в проценты, это ничего страшного. Дело в том, проблема в том, что доллар-то ушел в десятки раз, если мы берем с 2013 года, реально в десятки раз все изменилось. И, конечно же, если мы привязываем БРИКС к торговой, к корзине энергетической, то тогда для любой страны мира, вот однажды мы ввели по произвольно выбранному масштабу значение этой единицы, а потом обеспечиваем ее стабильность. А стабильность как обеспечивать, может, каждая страна? А сравнивая объем денежной массы с количеством потребленной энергии, она по всем странам сегодня есть. И это будет примерный параметр. Ну, можно уйти там на проценты, но не в десятки раз, как сегодня. Можно, конечно, добавлять сюда и потребление электроэнергии, нефти, газа, дров, угля, все вместе считать. Но даже если вы берете только электроэнергию, все равно тенденции у вас те же самые. Дальше, следующий параметр важный, международная торговля, это вот для игр, которые будут проходить в метавселенной. В этой метавселенной международная торговля должна вестись только в национальных валютах каждой из стран. И они, их валюта востребована ровно настолько, насколько они отдают другим. Если ты чего-то отдаешь другим, то тогда твоя валюта будет востребована. Но если ты ничего не отдаешь, то ты не можешь претендовать на то, чтобы от других чего-то получать. И вот это равноправный такой товарный обмен энергиями в конечном счете, он очень важен. Контролировать эмиссию средств платежа нужно, как я говорил, по энергостандарту, но самое главное контролировать ее в трехконторной системе денежного обращения. И вот мне даже удивительно, почему такая толковая книжка, как кристалл роста Галушка, почему они говорят о двухконтурной системе, говоря о тех годах? Да нет, фишка-то была основная в трехконтурной системе. Ведь потом что у нас было сильное? У нас один контур это сфера потребления, наличные деньги, второй контур это сфера производства, безналичные деньги, их можно печатать сколько угодно, но они должны быть обеспечены технологическими возможностями ресурсами. Вот сколько у тебя кадров, сколько у тебя ресурсов, сколько у тебя энергетики, столько ты денег и печатаешь, потому что деньги это просто зеркальное отражение твоих ресурсных возможностей. И не может быть так, что у тебя все есть, но ты не можешь почему, потому что у тебя нет денег. Да ты имитирую их и все, это же деньги, это бумага, это информация. Не может в стране придерживающейся суверенитета не хватать денег. Но самое главное, третий контур был, это контур внешнеэкономической торговли. Вот что самое главное. Ну и, конечно, очень важно в этом механизме реальном и в метавселенной очень важно сохранять вот эти принципы функционирования рынков и кредитной финансовой системы. В этой системе должен быть запрещен судный процент. должна проводиться уже на уровне культуры в жизни должно проводиться что? Должна проводиться политика подавления искусственно завышенного спроса на товары, которые действительно необходимы. Завышается этот спрос. Он, если чувства меры нет, то ну как бы чрезмерное употребление чего-то, оно у нас точно такой же ущерб, как и недостаток. Потом, значит, товары, вот если сверхмеры потребляются, но самое главное, что нужно научиться подавлять спрос на вредоносные деграционно-паразитические товары. Масса товаров, которые наносят колоссальный вред и самому человеку, и обществу, а тем не менее они ежедневно значит, как-то пропагандируются, рекламируются, а мы можем в нашей метавселенной иначе устроить, и тогда там люди будут другие. Вот. Поэтому, но для этого уже нужно развлечение. Вот я говорил еще раз, чувство меры и чувство развлечения потому, что вредоносно, а что полезно. Если этого чувства нет, то все, это уже, это не наша святая Русь. Вот. Дальше, создание, ну прямой запрет должен быть на создание рынков товаров, ценность которых фабрикуется умышленно, только с помощью пиар-технологий. То есть, есть товары, которые реально ничего не стоят, но они умышленно формируются там в умах и продаются потом. Это должно быть запрещено. Сегодня вот рынок спекулятивного сектора, это там 500 триллионов, да, и все что-то торгуют, продают, а что это такое? Это просто бумага. Налоговидационный механизм должен стать средством бесструктурной настройки макроэкономической системы на цели человека, на его интересы и интересы государства. То есть, что-то должно облагаться налогом, то, что вред приносит обществу, а что-то должно датироваться, что сегодня не востребовано, а не востребовано только потому, что, ну, не раскручено. Сегодня мы живем не в том виртуальном пространстве, а мы создадим свое виртуальное пространство. Ну, последнее, что я, может быть, отмечу, это дотации и субсидии. Дотации, они должны быть на те товары, которые реально нужны, но покупальная способность пока не позволяет их приобретать. А хотя это польза и для человека, и для общества. Вот такие товары, производители таких товаров должны датироваться и должны даваться субсидии тем, кто хочет приобрести что-то благое, но у него не достает средств. У нас иногда это такое сегодня не на уровне смыслов не всегда определено. Поэтому, завершая свои представления, я хотел бы сказать, что смыслы международного объединения БРИКС это прежде всего, конечно, благоденствие человека и благоденствие на этой основе общества, потому что не бывает счастливого человека в неустроенном обществе, как не бывает и счастливого общества, устроенного из негодяев. Это все взаимосвязанные вещи. Вот примерно такие взгляды системные на проблемы, которые сегодня стоят перед БРИКС, да и перед всем человечеством. Виктор Алексеевич, спасибо вам огромное. Вы раскрыли, так сказать, образы смысла будущего, которые бы могли сейчас продвигаться той альтернативной группой стран, людьми, которые хотят уйти от зависимости от доллара, ну и вообще вот этой несправедливой системы. И то, что мы затронули те проблемы, и как вы описали, очень интересно, тут есть над чем подумать и что проанализировать и будем надеяться, что это будет все внедряться и мы с каждым годом будем жить лучше и счастливее вот не потому, что у нас ВВП больше, а потому, что действительно реализуются необходимые потребности человека, потому, что уровень жизни улучшается и потому, что человек стремится к развитию. Ну да, кто-то может сказать, что это вот такие нереальные вещи, там жить без процента, ну понимаете, если мы не будем об этом говорить, если мы не будем наделять это какими-то вот уже мысленными идеями и формулами, у нас никогда этого не произойдет, поэтому все начинается, вначале было слово, вот я этого придерживаюсь, приходя навстречу в вашу программу, она обязывает именно к таким разговорам, на мой взгляд. Ну, исламские банки существуют и прекрасно существуют, поэтому возможно без процентов жить. Спасибо большое, Виктор Алексеевич, я надеюсь, что до новых встреч, и было бы еще интересно пообщаться с вами, например, на тему, то, что вы говорили, упомянули, ландшафтно-усадебной урбанизации, да, вот как это можно было бы организовать. Ну, спасибо вам за встречу, всего доброго. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Друзья, давайте искать смыслы и создавать будущее вместе. Мы открыли канал в Телеграм, и смыслы будущего уже ждут вас там. Телеграм.